На этой неделе Владимир Путин пообещал по 10 тысяч детям в возрасте от 3 до 16 лет. В Челябинской области продлили режим самоизоляции. А копейчане продолжают осваивать возможности жизни онлайн. В группе Старком 47 стали использовать новый формат обращения к властям. Участники выложили первое видео и предложили присоединиться остальных. Проблема поселка – водоснабжение. Хочу заметить, что у меня третий этаж. Четвертый и пятый этажи в Старокомышинске воду не видят вообще. И я сейчас хочу обратиться ко всем властям. Почему вы так активно боретесь со своим народом? Почему вы не даете им вот такой стратегически важный ресурс, как вода? Почему каждое лето 13 тысяч населения вынуждены жить в условиях суши? В храме Покрова Пресвятой Богородицы на протяжении всего периода самоизоляции проводили богослужения онлайн. А теперь начали делать лайфы из жизни воскресной школы. Росстат опубликовал данные, что погибших 26 миллионов 600 тысяч. И цифра эта будет расти. Вы прекрасно, и я тоже понимаю, что в первые годы войны никто не считал, сколько людей погибло, особенно на тех территориях, где фашисты маршал захватывали. И сейчас спасибо поисковикам, которые ведут раскопки. В группе школы номер 6 подвели итоги конкурса «Голос памяти». Ученики читали стихи и записывали их на видео. Первое место у Колышкиной Валерии. И в Берлине праздничную дату был бы сдвигнут, чтобы стоять в веках память советскому солдату, девочке, спасенной на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Имена остальных призеров, а также все видеостихи вы можете посмотреть в группе 6-й школы ВКонтакте. Город живет, и это важно знать.